Ну, Патрик, я тебя убью! Привет, ребята! Duna 2 Battle for Arrakis – это стратегия от знаменитых жертв корпоративного насилия EA – Westwood. Помимо Master Race ПК, игра выходила ещё и на Sega Mega Drive. И именно на ней я и познакомился с ней впервые. Многие, наверное, подумают, как можно играть в стратегии на этом. Но ввиду технических особенностей на геймпаде Sega играть в Duna было удобно и даже комфортно. И кто застал те времена, не даст мне соврать. Дело в том, что в игре нет возможности выбора сразу нескольких отрядов для ведения боя, а управлять можно было только одной единицей. Да, фанаты Варкрафта, вам была дарована возможность выбора четырёх единиц в отряд. У нас же и этого не было. Stop poking me! Ну и как в те времена водилось, вся история вписалась в гейтбуке, который вкладывался в бокс с картриджем. Ах, я всё ещё чувствую этот аромат пластика. История начинается с того, что император Фредерик IV погряз в долгах, и он придумал план, как выбраться из этой ямы. В его империи есть пустынная планетка Аракис, на которой, кроме песка и гигантских червей, есть ещё очень дорогой и редкий ресурс, именуемый спайсом, что на русский можно перевести как пряности или специи. Но, увы, своими силами добыть его он не может, либо из-за отсутствия опыта и ресурсов, либо по причине «потому что потому». Поэтому император приглашает три великих дома добыть для него спайс, а дом, добывший больше ресурса, получит власть над планетой и плюсом налоги с его продажи. Дома представлены тремя кланами, а Трейдесы – основной дом по сюжету книг Фрэнка Герберта. Добрые и милые ребята, для которых честь – не просто слово. Также вводят дружбу с Фрименами – племя людей, живущие на планете Аракис задолго до прибытия на планету всех этих домов императора. И Атрейдесы не стесняются прибегать к их помощи в бою. В игре обозначаются синим цветом. Ордосы – дом, не участвующий в событиях основной книжной вселенной. Но Вествуд канонизировали этот клан, и в итоге он полюбился как фанатам игры, так и фанатам книги. Технологически развитый дом, предпочитающий скрытность и выполнение грязной работы руками наемников. Очень падкие на денежный достаток и прибыль. В бою используют диверсионные операции и научные разработки, заставляющие противников сражаться на своей стороне. Ну и последнее по списку, но не по значению – Харконнены. Отбитые на голову ребята. Геноцид планеты в своих целях для них это не проблема. Для достижения своих целей готовы идти по головам. Им не важно, на чью голову наступать – Ордоса, Атрейдоса или собственной матери. В бою полагаются на грубую силу и массовое разрушение. И нам предлагают выбрать роль командира армии одного из домов. Поиграем мы за каждую сторону конфликта, но начну я с Атрейдосов. Вначале нас встречает светловолосый молочек Кирилл. Кирюха будет держать нас в курсе последних событий и облизывать нас, когда мы будем побеждать. И первая наша задача – накопить тысячу единиц спайса. Миссия самая простая из возможных. Врага как такового на карте нет. Редкие юниты Ордосов не в счет. Стираются в пыль легче легкого. Нам нужно просто построить завод и ждать, пока Харвестер соберет нужное количество спайса с поверхности планеты. Вот эти красные крапинки на песке и есть нужный нам ресурс. После завершения Кирюха радуется за нас, как за своего сына, и называет нас пустынным червем. В конце каждой миссии будут показывать статистику раунда, а также пароль от уровня. И тут я должен пояснить для молодежи. Дело в том, что на старых приставках не было постоянной памяти, куда можно было бы записать сохранение или домашку по биологии. А потому единственным способом не играть каждый раз с самого начала были такие пароли, позволяющие сразу перейти к уровню, на котором ты остановился. Во второй миссии будет уже посложнее. Нам нужно либо уничтожить противника, снеся его базу под ноль, либо накопить 2700 единиц спайса, что видимо заставит соперника сразу капитулировать от нашей крутости. Противниками выступают все те же ордосы, но пока что это не важно, так как на этой стадии фракции мало чем отличаются друг от друга. Единственное, что у ордосов и харкононов доступны тяжелые пехотинцы, которые перманентно отсутствуют у атрейдосов. Но при наличии тяжелой техники, например в нашем случае Харвестера, можно просто давить пехоту как мух. Жаль, конечно, этого добряка. Кстати, победу я удержал путем геноцида зеленых. За что Кирюха наградил нас прозвищем Пустынный Мангуст. Звучит гордо. Цель следующего задания будет в уничтожении противника. И столкнемся мы с харкононами. На этом моменте игры кончились, и придется потеть, вырывая зубами победу. Ситуация осложняется тем, что противник стартует сразу с отстроенной базой, тогда как нам нужно строить ее с нуля. Но собрав достаточно огневой мощи, я с успехом заканчиваю миссию. Кирилл опять своим языком чуть ли не в пупок нам залазит и награждает нас погремухой Воин Песков. Знаете, Мангуст мне нравился больше. Следующая наша цель – захват большей территории Аракиса и вытеснение неугодных харкононов с планеты. Для боя нам будут доступны новые юниты – танки, которые сильны против зданий и малой техники. Правда, пара отрядов тяжелых пехотинцев с легкостью разберутся с танками, если, конечно, они успеют сделать это до того, как гусеницы размажут их по пескам пустыни. Также впервые на нас нападает четвертая сторона конфликта – войска Императора, обозначенные фиолетовым цветом. Для победы необходимо в очередной раз полностью уничтожить базу противника, но нужно быть осторожным, ибо пока цел сборочный цех противника, он может поставить здание прямо на наши танки, что сразу приведет к потере сильного юнита. Кирюха сообщает нам, что на сторону наших противников стал сам Император, и нам надо поднажать в бою, дабы показать, что не с тем домом он связался. То я со своими дружками к вам приду и набью морду. Будете знать, с кем имеете дело. Сволочек, блин. Следующая наша цель – база ордосов. А так как нового на миссии мы ничего не увидим, я сделаю то, что должен был сделать в самом начале. Расскажу вам о тонкостях строительства базы. Дело в том, что здание можно строить только на твердой поверхности, которую можно узнать по каменисто-коричневатому цвету. Но если мы просто поставим здание на пустое место, оно будет иметь лишь часть здоровья. Для укрепления фундамента мы можем ставить бетонные плиты. В этом случае здание сразу будет с полным здоровьем. Ну и конечно, для обеспечения зданий энергией нужны электростанции. Без них и транспорт строиться не будет, и радар не покажет местность. Еще в постройке базы прослеживается прогрессия. Например, изначально для строительства доступны только плиты и электростанции. И как только мы их установим, сразу откроется завод и радар. После постройки этих зданий откроются новые. Точно так же в создании юнитов. Например, позже у Атрейдосов будет доступен сверхзвуковой танк, но для его постройки необходимо наличие авиабазы. Этой самой авиабазой вы можете и не пользоваться, но для открытия сильнейшего юнита клана Атрейдосов это здание необходимо. А тем временем я уже разбомбил обе базы Ордосов. Далее мы вновь выступаем в битву на Харконенов. Из новинок вооружения появляются тяжелые танки. Улучшенная версия обычных. И артиллерия, способная вести огонь по укреплениям противников с безопасной дистанции, засыпая градом ракет все до чего дотянется. А для обороны у нас есть стационарные пушки и башни с ракетами. И при грамотном их расположении можно полностью оставить оборону базы на этих малышек, а все силы кинуть на уничтожение базы неприятеля. Следующая боевая задача полностью выбить остатки сил Ордосов с планеты. Из новых юнитов нам дают ультразвуковой танк, но боевую задачу я решил без его использования, а по старинке старым добрым арт обстрелом. Все потому, что я не понял как его строить. Пойму я это лишь на следующей миссии, в которой против нас объединяются силы Харкононов и остатки Ордосов. В этой миссии нам придется столкнуться сразу с двумя кланами, и битва на два фронта может вывести из себя. С одной стороны Харкононы, чья техника превосходит по силе все наши юниты, а с другой Ордосы, способные своим газом переманить наши юниты на свою сторону. В этой схватке я научился строить ультразвуковые танки, и это просто машины смерти. Они способны простреливать на далекие расстояния, игнорируя стены противника, что позволяет без труда уничтожать оборону неприятеля и сносить их здания. Сначала я вынес Харкононов, а затем и Ордосов. И финальный бой за планету будет с самим императором. Его армия набрала плюсов от каждого дома. Его техника быстрая, как у Ордосов, на вооружении имеется мощный танк, как у Харкононов, а уникальный юнит пехоты по силе равен Фрименам, которых способны призывать Атрейдосы. Но все это не поможет против ультразвуковых танков, и в конце концов его база падет под нашими атаками. А планета перейдет во владение Атрейдосов. А в конце нас ждут планета Аракис, окрашенная в синий, титры и музыкальная композиция от Фрэнка Клепаки. Конечно, не хочется принижать ничьих заслуг в создании игры, но то, что сделал Фрэнк Клепаки, это просто божественно. Эту музыку можно просто на постоянке слушать. С графикой поработали тоже знатно. Каждый элемент игры можно занести в список эталонов пиксель-арта. От портретов наших советников до кратеров на песке от снарядов. Привет трипофобам! Ну и помните, как я говорил в начале, что мы поиграем за каждую сторону конфликта? Так вот, миссии за Ордосов и Харконенов ничем не отличаются от миссий за Атрейдосов. Единственное, что меняется, это говорящая голова. У Ордосов его зовут Омон, но на самом деле это Романенко из Интернов. А у Харконенов Раднер, который явно потерял свою прелесть. Ну и конечно отличается техника, которую мы будем использовать в бою. У Ордосов это артиллерия, способная распылять газ, гипнотизирующий противника, и пеший юнит Диверсант. Отряд таких юнитов способны вывести из строя здание или технику противника. У Харконенов на вооружении имеется тяжелый танк Девастадор и атомная ракета Рука Смерти. Мощная, но не точная. Способна за одно попадание нанести колоссальный урон по площади. Особняком от всех кланов держится местная фауна. Пустынные черви вольно плавают по пескам Аракиса, а их любимой пищей являются Харвестеры, которые должны нести Спайс на базу. Они вроде как должны быть враждебны ко всем, но за все время игры я ни разу не видел, чтобы червяк съел моего противника. А на этом все, ребята. Весь ролик был озвучен и доделан до сегодняшних событий. Сейчас на календаре 24 февраля, и я записываю это в подавленном состоянии с трясущимися руками. Хочу попросить вас не опускать руки и надеюсь, что мои и подобные развлекательные ролики помогают хоть как-то немного отвлечься от происходящего в мире. Держитесь, ребята, и до скорых встреч на этом канале.